От модерна 19 века к хай-теку современности. В Самаре выросло шестиметровое древо жизни. Его корни и ветви трубы самарского водопровода. Авторы скульптуры Кристина Цибер и Николай Куклев тандемом работают уже больше 10 лет. Признаются, на споры времени не было. Идея древа родилась стихийно в творческом порыве. Сначала думали пойти от человеческого образа, но потом решили, что действительно должно быть именно как некий объект, который будет воплощать в себе творение рук человеческих, природы и технологии. То есть вот это вот три элемента, я считаю, что это удалось. Дополняет объект и оригинальный фонтан. Вода из крана спускается в чашу, которая в настоящий момент засыпана крошкой. До конца года ее дно планируют уложить специальной плиткой с городскими сюжетами. Сама чаша фонтана будет развитие, получит, будет мозаика. Самарская. Да, самарскую символику. Ну практически да, карта Самара будет. Нам в целом нравится, но мы хотим еще работать дальше над этим темой. Особенным древо фонтан делает и тот факт, что на него не были потрачены деньги налогоплательщиков или клиентов компании. Все сделано исключительно за счет сотрудников и партнеров СКС. Композицию создали в честь тех людей, благодаря которым в самарских домах есть вода уже в течение 130 лет. Мы как раз и привлекаем внимание людей к тому, что вода это наш один из главных ресурсов, который на сегодняшний день есть. И чтобы за этой водой еще видели труд людей и берегли то, что у нас сегодня есть. Новый арт-объект расположился весьма удачно. Мимо него и горожане, и туристы будут спускаться к Волге. Совсем рядом и ЗАГС. В компании уверены, свои первые семейные фотографии молодожены будут делать именно у древа жизни. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.